Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Фейл выросла на четверти, составила 36 миллионов по сравнению с 29 миллионами, по данным на 1 января. Программа Экономика. Дочка Ростехнологий нашла инвестора для Сосновского судостроительного завода. Компания РТ Капитал, которая работает с проблемными и непрофильными активами, договорилась о возобновлении работы предприятия с привлечением ООО «Каспийская энергия Шельф», которая специализируется на нефтегазовых проектах, судостроении и судоремонте. Оно берет в долгосрочную аренду 21 объект недвижимости и оборудование с возможностью выкупа в рамках процедуры банкротства. Инвестор должен запустить верфь, чтобы строить суда малой тоннажности и проводить ремонтные работы вооружений и военной техники. Незадействованные в рамках нового производства площади будут реализованы в процедуре банкротства для погашения долгов по зарплате перед бывшими сотрудниками завода. Почти две тысячи предпринимателей заявились на субсидию за дезинфекцию. Ее выдают малому и среднему бизнесу и социально ориентированным НКОЧ. Работа связана с тесным контактом с клиентом. Это гостиничный бизнес, бытовые услуги, общепит, спорт, доп. образование. Заявление принимают с 15 июля. С того времени за субсидиями обратились уже почти 1900 кировских предпринимателей, сообщают от налоговой. Платят по 15 тысяч рублей плюс 6,5 тысяч на каждого сотрудника. Субсидии предоставляется только один раз. Завершение валютах. Доллар сегодня 70 рублей 79 копеек. Евро 81 рубль 59 копеек. Ольга Болезина. Новости экономики в Кирове. Программа «Экономика». 101 ФМ.